шалом мы начинаем наш третий урок по главе в аэра и сегодня попробуем разгадать одну загадку историю урок за поднятие тоже яков бен года владимир бен григорий за здоровье полина перл бацони сура светлана под кларо главе в аэра написано что маше было 80 лет а гарону 83 года когда они обратились фараону теперь мы знаем историю что маше было 80 лет когда он вывел нас из страны египетской наши мудрецы говорят чтоб казни были год или другой комментарий что казни были больше года есть которые говорят не шли быстро в общем если казни шли год то получается у нас теряется этот год потому что если мы пришли к фараону 80 лет и 80 лет вышли из египта сразу то где же делся год и эту загадку не так просто казалось решить понятно что здесь что-то простое раз мудрецы наши не комментируют защита для них это очень просто но для нас это очень не просто не просто получается как можно потерять год и несколько дней назад вспомнил я один комментарий трава исхака зибера благословенной памяти главе нах он говорит что был известный садик рав исхак из магеллана он 16 лет просидел в тюрьме когда ему исполнилось 70 лет рав исхак из магеллан сказал что в этом году он уже умрет рав исхак зибер сказал что в этом году не умрет и так продолжалось несколько лет в очередной раз рав исхак из магеллана сказал что в этом году умрет рав исхак сказал что он не умрет рав исхак откуда ты это знаешь рав исхак зибер говорит я это знаю историю это написано лавинах написано лавинах чтоб потом начался когда наху 600 лет дальше нах продолжает и жил нах после потопа 350 лет и был век нахо 950 лет и он умер получается где же делся год потопа мы же знаем что год потопа и еще 10 дней или 11 дней прошло в лавинах то есть получается 354 дня вот еще 10 дней 11 пусть там получается как солнечный год получается если 600 лет нахо начался потом то он должен был закончится 601 и тогда если прибавить 350 нас будет 951 но всевышний пишет 950 рав исхазивер говорит нахо приравнивает тому человек который сидит в тюрьме и годы тюрьмы не учитывается и получается этот год не учитывается нахо очень тяжело работал ковчеге каждый секунду его жизни было на волоске то его лев ударил счетом на было кормить всех животных ухаживать но невероятная ситуация он боролся жизнь буквально все эти дни поэтому можно приравнять что он сидел тюрьме теперь если мы взяли этот комментарий и посмотрим в какой страшной ситуации находился машин то что убежала змея это по сравнению со всем те что произошло потом то что увидел это мерки то что змеи еще можно убежать или спрятаться и палкой и что-нибудь отбиться но можно себе представить как можно отбиться от этих страшных казней кто то что пришлось пережить машин это все видеть заходить в дворец фараона который наполнил дикими зверями даже если зарычит лев пишут наши мудрецы разочек может спокойно это перенести поэтому те страдания которые машин перенес за этот год думаю тоже возможно можно отнестись тем страданиям которые в чек с ней тюрьме или как нах пережила там ковчеги поэтому и получается что этот год мог всевышний тоже не учесть действительно рав исхак из могилана умер на восемьдесят седьмом году жизни вот эти 16 лет как говорил раз исхак ему всевышний не засчитал что делал тюрьме прибавил их сюда всем все самого на лучшего до новых встреч до свидания